25 этажей с видом на Волгу. Строительство многоэтажки замерло на уровне котлована в начале нулевых. Компания «Виктор-С» возвела несколько этажей на средства дольщиков без разрешительных документов. Стройку признали самовольной и заморозили. Проблемный дом на Луначарского 5 удалось ввести в эксплуатацию после вмешательства властей. Мы с помощью областного правительства и городской администрации нашли решение, которое позволило нам коренным образом изменить эту ситуацию. На нашу площадку зашел новый застройщик. Честно говоря, мы сомневались, что за эти неполные полтора-два года компания успеет достроить этот дом. Но итог налицо, дом сдан. По итогам прошлого года Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по объемам сданного жилья. Всего было построено 2 миллиона квадратных метров. Почти половина в Самаре. Чтобы в городе не появлялись новые обманутые дольщики, власти работают застройщиками. Компаниям, которые берутся достроить проблемные объекты, помогают на всех этапах. Благодаря этому в Самаре в прошлом году удалось ввести в эксплуатацию 11 проблемных домов. С 2012 число обманутых дольщиков сократилось в 5 раз. Мы усилили отбор застройщиков, контроль за качеством строительства, контроль за прохождением разрешительных документов, за сроком. Выдача этих документов тоже нами обеспечивается в полной мере. Мы приветствуем всех тех застройщиков, которые работают честно, долго на территории города, наполняют вместе с нами планы по обеспечению жильем наших граждан. Это тот случай, когда новоселье люди ждали 13 лет. 55 обманутых дольщиков получили свои законные квадратные метры в доме Нолуначарского. Глава города Олег Фурсов вместе с дольщиками оценил качество строительства. Я вот обратил внимание, что стены ровные, легко отделываются. В каждой квартире уже установлены счетчики на воду и тепло. Отопление подключили, новоселам осталось дождаться ключей. Алексей Сидоров мечтает, как будет делать ремонт в своей новой трехкомнатной квартире. Его семья все это время жила с родителями. Доплачивать за свои квадратные метры дольщикам не пришлось. Ольга Морозова, Алексей Золотенков, События.